Антон Павлович Чехов Пересолил Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось ещё проехать на лошадях верст 30-40. Ежели вознится ни пьян, ни лошади, ни клячи, то и 30 верст не будет. А коли вознится с мухой, да кони наморены, то целых 50 наберётся. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей?» Обратился Землемер к станционному жандарму. «Которых? Почтовых? Тут за стой верст путёвой собаки не сыщешь, а не то, что почтовых. Да вам куда ехать? В Девкино, имени генерала Хохотова». «Что ж», — зевнул жандарм, — «ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров». Землемер вздохнул и поплёлся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашёл здоровейнейшего мужика, угрюмого, рябового, одетого в рваную серымягу и лапти. «Чёрт знает, какая у тебя телега!» — поморщился землемер, влезая в телегу. «Не разберёшь, где у неё зад, где перед». «Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад». Лошадёнка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул её верёвочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнул её ещё раз, то телега взвизнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвёртого она тронулась с места. «Я так мы всю дорогу поедем?» — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и, удивляясь способности русских возниц, соединять тихую черепашью езду с душу, выворачивающей тряской. «Да, едем!» — успокоил возница. «Кобылка молодая, шустрая. Дай ей только разбежаться. Так потом и не остановишь. Но, проклятая!» Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась тёмная замёрзшая равнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к чёрту на куличке. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры. Не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны всё поле зрения застилало широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. «Какая, однако, здесь глушь!» — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. «Ни кола, ни двора, ни ровен час нападут и ограбят. Так никто и не узнает, хоть из пушек пали. Да и вознеется ненадёжный. Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная! «Эй, милый!» — спросил землемер. «Как тебя зовут?» «Меня-то Клим!» «Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?» «Ничего, бог миловал! Кому шалить?» «Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай всё-таки я взял с собой три револьвера», — соврал землемер. «А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться». Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево. «Куда же-то он меня повёз?» — подумал землемер. Ехал всё прямо и вдруг налево. «Чего доброго завезёт подлец в какую-нибудь трущобу? И бывают ведь случаи!» «Послушай», — обратился он к вознице. «Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль! Я люблю с разбойниками драться. На вид ты я худой, болезненный, а силы у меня словно у быка. Однажды напало на меня три разбойника. Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня силы берётся, не знаю. Возьмёшь одной рукой какого-нибудь здоровила вроде тебя и... сковырнёшь». Хлим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошадёнке. «Да, брат», — продолжал землемер, — «не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук без ног останется, он ещё и перед судом ответит. «Мне все судьи и справники знакомы. Человек я казённый, нужный. Я вот еду к начальству, известно, так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везя по дороге за кустиками урядники, да соцкие понатыканы». «Па-па!» — «Стой!» — заорал друг землемер. «Куда же ты въехал? Куда ты меня везёшь?» «Да нет, что не видите. Лес». «Действительно лес», — подумал землемер. «А я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь». «Раньше ехал еле-еле нога за ногу, а теперь ишь, как мчится». «Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?» «Я её не гоню. Сама разбежалась. Уж как разбежиться, так никаким средствием её не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие». «Врёшь, брат, вижу, что врёшь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь, слышишь? Попридержи». «Зачем? А затем? Затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом лесу. С ними веселее будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету. Что это ты всё оглядываешься и движешься, как на иголках, а? Я, брат, того, брат. На меня нечего оглядываться. Интересного во мне ничего нет. Разве вот револьверы только? Изволь, если хочешь, я их выну. Покажу. Изволь. Землемер сделал вид, что роются в карманах. И в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. — Караул! — заголосил он. Караул! Бери окаянный лошадь и телегу, только не губи ты моей души. Караул! — послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и всё смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. — Убежал! — испугался дурак. — Ну как теперь быть? — Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю. Да и могут подумать, что я у него лошадь украл. — Как быть? — Клим! 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 — ответило эхо. От мысли, что ему всю ночь придётся просидеть в тёмном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. — Климушка! — закричал он. — Голубчик, где ты, Климушка? Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночёвке в лесу, слабый ветерок донёс до него чей-то стон. — Клим! Это ты, голубчик? Поедем! — У-у-у! Убьёшь! — Да я пошутил, голубчик! Накажи меня, Господь пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мёрзну! Клим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошёл к своему пассажиру. — Ну чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался! Садись! — Бог с тобой, барин! — проворчал Клим, влезая в телегу. Если б знал, и за сто целковой не повёз бы! Чуть я не помер от страха! Клим стегнул по лошадёнке. Телега задрожала. Клим стегнул ещё раз, и телега покачнулась. После четвёртого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.